В Молдове в разгаре праздничная неделя. Страна полу работает, полу отдыхает. Неожиданные каникулы не всем пришлись по вкусу, но есть категория граждан, которая должна быть на виду в любое время. А в такие праздники особенно. Это политики. И они в этом году не разочаровали. Нам показали многое. Протесты, пикеты, угрозы, оскорбления, выдворения и еще много чего другого. Вся страна видела, как в день ее рождения одна группа граждан конфликтовала с другой, а третья тихонько подсчитывала дивиденды. Словом, получился такой явный день разъединения. О том, почему так происходит, кто в этом виноват и что со всем этим делать, поговорим честно и принципиально. Вы смотрите программу Дело Принципа. Меня зовут Людмила Бельченкова. Здравствуйте. Я представляю моих сегодняшних гостей. Это Корнелио Чуря, политолог. Добрый вечер. Добрый вечер. И журналист Александр Стахурский. Выразить свою позицию можете и вы, набрав один из предлагаемых номеров телефона, которые сейчас вот появятся у вас буквально на экранах. Итак, давайте беседовать. Вот мне интересно, прежде всего, наверное, какое-то общее главное впечатление ваше, господин Чуря, когда вы смотрели вот на все эти акции протеста, которые были 26-го, потом и 27-го. Впечатления? Ну, в принципе, первое, что приходит в голову, это немногочисленность. Вернее, было определенное количество людей. В принципе, по стандартам Молдовы это нормально, но не сверх ожидаемого. И ввиду этого, ввиду того, что изначальный возможный сценарий цветной революции не мог быть исполнен ввиду того, что не хватало людей, вот у нас получилось вот такое перетягивание каната между различными группами и, в принципе, потом не столь бурное действие полиции, которые как бы устранили определенные препятствия. Вот такие у вас впечатления. Ну, да. Сложные. Я поняла. Господин Стехорский, вы когда все вот это видели, да? Какие впечатления получились? Знаете, если коротко, мне вот лучше всего, мне кажется, об этом сказал Март Уэн однажды, когда он говорил, что народ разделился на патриотов и предателей и уже не отличить одних от других. То есть каждый в этих событиях, я не хочу сказать протесты, потому что там были танцы и пляски, там была раздача гуманитарной, так сказать, помощи, поддержки населению, там был, как сейчас модно говорить, некий хайп. Вот. То есть одним словом это не назвать, поэтому, как говорится, такая мозаика. Вот. Ну, печальное зрелище. Единственное, что могу сказать, это до чего мы докатились. То есть, знаете, сейчас у нас такая проблема, что если ты высказываешься против того, что делает, например, оппозиция, либо ты не соглашаяся с этим, ты сразу же становишься, ну, как бы, противником демократии, тебя сразу же приписывают к лагерю проплаченных каких-то там, не знаю, сил, там, троллей или кого-то. То есть это, это как бы такая повсеместная у нас история, это очень сложная вещь современного мира, это не только Молдове присущей. Мы можем посмотреть, что творится, например, в тех же Соединенных Штатах сейчас, да, там, после избрания Трампа, там, эта история у них на другом уровне, но, в принципе... Ну, у них там то же самое, у них только пророссийские сразу. Ну, у нас тоже такая вот история, как говорится, геополитический вектор, да, и принцип классический, кто не с нами, тот против нас, но в то же время многие задаются вопросом, я не знаю, я думаю, каждый из нас сталкивался сейчас с вопросом своих знакомых, ходил ли ты на протесты, слушай, вообще, что это было? Вот у меня таких несколько бесед было, и люди высказывают очень много, как говорится, у людей больше вопросов, чем ответов, да, вот что это было и к чему это дальше может привести. На самом деле это очень хорошие вопросы, потому что вот эти лидеры, которые сейчас возглавляли эти акции, не знаю, назовите это протестом или еще какими-то словами, они ставили перед собой какие-то конкретные цели, хотим добиться того-то, того-то, того-то. Вот с вашей точки зрения добились ли поставленных целей эти лидеры? Я сейчас говорю о Майя Санду, Андрея Настасе, Илан Шор и Майя Лагута. То есть эти люди были главными на этой площади, да, значит, они непосредственно обращались к людям, они задавали тон, достигли ли они своих целей? Ну, по тем действиям, которые мы видели в начале, проводимые Майя Лагутой, Лагутой было видно, что она недовольна, и она ушла недовольная из этого митинга. Были у нее какие-то скрытые намерения, я не знаю, но по ее поведению было видно, что она недовольна, ей испортили мероприятие, по крайней мере, так она заявила публично. И у меня нет повода ей не верить. А то есть она какую цель перед собой ставила? Ну, она проводила мероприятие, связанное с повышением цен на бензин. Видимо, эта тема для нее важна, она продвигает социальную тематику. Насколько я понимаю, она зарезервировала за собой эту площадь на эту дату, не только на эту, но и включая. Перерывалась со всеми до того, как это все случилось, всем доказывая, что это именно она зарезервировала эту площадь, а потом вот и от обеда ушла. Ну, вы меня как бы спросили, я тесно с ней не общался, но вот по тем реакциям, которые я видел по телевизору, мне показалось, что она недовольна. Илан Шор, ну, в принципе, он выполнил, хотя опять здесь мы не знаем точно, кого его были истины и намерения, но то, что он пропиарился, появился вместе с довольно-таки приличным количеством людей, пообщался с ними, выдал подарки, покормил их. Все это смотрелось для некоторых странно, но для многих, я думаю, убедительно, потому что Илан Шор проводит вот именно такую политику филантропа, и в принципе, и в то же время ему удалось довольно-таки удачно покритиковать своих оппонентов. Ведь Майя Санду и Андрей Настасы с некоторых пор довольно-таки неожиданно, но стали оппонентами и даже врагами Илана Шора. Но свои цели достиг, господин Шор? Я видел сегодняшнее выступление Илана Шора, и я думаю, to be continued, то есть это будет продолжаться, это был всего лишь элемент той компании, он потребовал извинений от Майя Санду и Андрея Настасы, я думаю, эти извинения не последуют, потому что... Он предъявил ультиматум, давайте четко говорить, он сказал, что... Потребовал извинений, и в случае, если эти извинения не будут предъявлены, он обещал им нелегкую жизнь, организацию неожиданных протестов, и я думаю, что он находится в процессе построения вот такой компании против правых, и он выполнил свою цель, но это более локальные цели, или, скажем так, цели переходного периода, не окончательные периоды. Поняла, то есть, в принципе, можно говорить о том, что частично, по крайней мере, он своих целей добился. Думаю, что да. Настаса и Санду. Настасы и Санду. Опять, пока нам неизвестно, насколько все их цели, или приоритет их целей, но мне кажется, что главная их цель – это смена режима, и, конечно же, в случае, если принимали участие большое количество людей, то это был бы конкретный шаг в сторону выполнения этой цели. К сожалению, для них такого большого количества людей, наплыва людей не произошло, поэтому вот это первая цель, основная стратегическая цель начала кампании против режима и при удачном стечении обстоятельств его смещения не была выполнена, и они перешли на второстепенные цели, провокации, ну, не обязательно в плохом смысле, то есть они в борьбе с режимом пытаются скомпрометировать этот режим, заставить этот режим ошибиться, вот как они заняли сквер перед памятником Штефана Чалмаря и не давали проводить официальные мероприятия, это была второстепенная цель по компрометации режима. Частично им это удалось, но все-таки, с моей точки зрения, полицейские действовали довольно-таки верно, исходя из законодательства, и аргументов у них не так много, все-таки у Анастасии. Спасибо. Господин Стахорский, вы как? Разделяете мнение? Ну, во-первых, те фамилии, которые вы сейчас называли, это как раз и ключевой, на мой взгляд, момент, потому что движение Акун, да, который вот сейчас он называется, на самом деле это завалированная, на мой взгляд, история связана с продвижением партий, то есть вы называли сейчас имена партийных лидеров, вот, соответственно, люди, многие разочарованы, что опять любое, как бы, мероприятие протестного толка против действий властей, оно все сводится к тому, что партии продвигают свои, как говорится, узкие партийные интересы, то есть я хотел бы отметить, кроме вот этих вот фамилий, было еще движение, которое действительно является гражданским, это Акупай Гугуца, это ребята, которые, независимо от своих, значит, политических, там и других предпочтений, тоже участвовали в этом. Они борются за свое право покушать мороженое в том здании, в котором они хотят. Нет, я сейчас не об этом хочу сказать, я хочу сказать, что там есть люди, на мой взгляд, в которых есть потенциал для этого общества, и они, по-моему, были использованы. Это барабанщики. Ну, такое было у них решение, то есть креативное, каким-то образом, в любом случае, они действовали достаточно организованно в отношении, чего нельзя сказать в отношении, например, партийных лидеров, которые есть. Вы знаете, самая большая проблема заключается в том, что наша оппозиция, мы сейчас говорим про правую оппозицию, в первую очередь, они порой не знают, что они делают. То есть, им бы классиков революции почитать вообще, как формируются какие-то протестные движения, идеологии. То есть, они сначала, мы пойдем направо, потом пойдем налево, пойдем на север, потом пойдем на юг. Я вас уверяю, Шарпа они точно читали. Ну, значит, плохо читали они Шарпа. Он был переведен специально для них, в нашем изнательстве «Кортьер», он, кстати, переведен на румынский язык, потому что книга имела хождение в Румынию, но она нашим изнательством переведена. Ну, я могу сказать одно, что люди, вот с кем мне доводилось общаться, да и вот я специально на эту тему, даже готовясь к этой программе, посмотрел еще дополнительно по фейсбуку, как говорится, главная у нас площадка для всех протестных движений. Люди задаются вопросом, как это было организовано и зачем это было сделано? Почему это было так неумело все подготовлено? Какие конечные цели? Что мы должны сделать? То есть, на самом деле, людей, как говорится, для людей главный вопрос, а что будет дальше? Вот ради чего мы сейчас должны на жаре 30 с лишним градусом сплотиться? Ради чего? Тем более, что многие акции уже такого ряда проводились. То есть, конечная цель какова? Вы полагаете, что пояснений, которые давали эти лидеры перед акцией протеста, вот о них говорил господин Чуря, то есть, конечная цель, я вполне согласна, это свержение действующей власти. Да, то есть, они людям это говорили, они обещали им, они обещали грандиозный, давайте вот будем честны сейчас, они обещали грандиозный протест. Да, они говорили, что будет 100 тысяч человек. Да, они говорили, приходите все, вот настало время. И подогревали, кстати, вот умело подогревали они перед протестом. Да, были определенные действия. Да, интерес к этому всему. Вот, вы знаете, вот это на самом деле огромное, как говорится, их упущение, потому что есть такое выражение, никто не вспомнил, как ты сделал быстро, все вспомнят, как ты сделал плохо. На самом деле, они на самом деле сейчас оказали ситуацию, власть использовала их акцию протеста в своих целях. И присутствие там господина Шора, как вот высказался один наш коллега, он сказал, Шор выступил в роли пулелавливателя. То есть, он был неожидан для протестантов, которые там находились, я так понимаю, протестующих, для той же Майи Санду, для тех же партий Да и Пас, и к ним примкнувшись. То есть, он свою роль сыграл. Я думаю, он дальше свою роль будет играть. И не уходите, пожалуйста, далеко. Вот так вот, то, что он так появился вот в это время, это как-то было согласовано с властью? Конечно, конечно. А вы посмотрите, например, на тот же репортаж за Альдегарда, посмотрите, когда у него журналистка пыталась взять интервью. С какой стороны он ушел с площади? Если человек так ратует за народ, так выйди к этому народу, а он ушел под кордоном, значит, под прикрытием полиции, как частная охрана была допущена на территорию государственного учреждения под названием здание Совета Министров или, значит, здание Кабинета Министров. Как было допущено? Журналистов туда не пустили. И Шор на машине очень резко, нарушая, кстати, правила дорожного движения, полиция на это никаким образом не прорегировала. Посредине улицы его забрали под кордоном, я так понимаю, частной службы безопасности. То есть это однозначно говорит, что это была акция скоординированная, но безусловно. Поняла. Корнелев, поправьте меня, если я не права, но мне показалось, что, в принципе, лидеров движения АКУМ должно волновать, в принципе, два момента. Первое. Это как на вот это все после всего этого отреагируют их избиратели. И второе. Их должно интересовать, как отреагируют посольства Соединенных Штатов Америки и посольства Европейского Союза. Это самый важный момент. И я не буду сейчас углубляться и говорить о том, что их еще на самом деле. Их волнует многое, в том числе они хотят и свои шлепанцы вернуть, и обувь. Сегодня вот Майя Санда сказала, просит. Давайте вот на этих двух моментах сосредоточимся. Вот как избиратели их отреагировали все-таки? И реакция посоль все-таки, она какая-никакая была. А если и не было, то это говорит во многом. Вы знаете, я не думаю, что последует какая-то отрицательная реакция избирателей. У них есть определенное количество избирателей, которое их поддерживает, будет поддерживать при любых обстоятельствах. Правда? Они достигли, на ваш взгляд, уже такого уровня популярности, чтобы не сделали эти лидеры? Правый электорат они забирают во многом. Ну, они, естественно, их поддерживают те, которые недовольны, которые остались не при делах после ареста Филата. И потому что, не обязательно, потому что они восхищены Майей Санду и Андреем Настасом, но это сейчас их лидеры, которые ведут их в бой. И поэтому вот этот электорат, я думаю, где-то 30%, он будет постоянно находиться и поддерживать этих лидеров, находиться рядом с ними, пока не появится, возможно, другой электорат. Проблема правых не в реакции своего электората, они его довольно-таки неплохо мобилизуют. Проблема правых в том, чтобы притянуть другие сегменты избирателей. И мы видим, что они делают эти попытки. Они хотят притянуть унионистов. Настас ехал в Румынию, участвовал в протестах, участвовал в разных передачах во время избирательной кампании. То есть, они видят, что партии унионистские не столь сильны сейчас, находятся в кризисе, и для них жизненно важно как-то усилить свое влияние через приближение унионистов. Это пока им не удается. Более того, вот эта попытка притянуть унионистов, они, не все политики правые, имеют такой прорумынский дискурс, но у них есть один политик, которого, если бы не было, нужно было бы придумать для левых. Это Октавиан Цику, который постоянно своим дискурсом вносит сумятицу и непонимание в ряды левых. Потому что для того, чтобы протест удался, нужен один очень важный ингредиент. Правых должны поддержать и левые. То есть должно произойти определенное объединение всех. В этом секрет, кстати, и Шарпа. Я говорил об его книге, как организовать революцию. А если бы, по вашим словам, Майя Санду, Андрей Настаса это читали, то они должны были бы, получается, понять заранее, что их протест обречен. Нет, они пытаются это делать. Вот мы видим, слюсарь говорит по-русски, обращается. Правда? Да. А потом один из сторонников господина Настаса подходит к русскоязычным и говорит, не говорите здесь по-свински. Этот сторонник же не читал Шарпа? А, только в этом. Очень многие спонтанных, причем вы видите, что они в последнее время как-то не особенно имеют вот этот про-унионистский дискурс. Но есть Октавиан Цику, которого, я думаю, просто нельзя убрать из этой массы спикеров. И вот он производит вот это все, что, конечно же, не нравится. Я поняла, с избирателями ответ ясен. Поясните теперь с посольствами. Ведь они же борются с демократами за то, чтобы быть любимой женой, да? Как? Партию. Да, конечно. Вы же понимаете, что мы видим постоянно, что именно эти люди постоянно пытаются доказать, что именно их поддерживают. Я выскажу свое личное мнение. Я мало общаюсь, к сожалению, с посольствами. Особенно в последнее время. Я вышел из гражданского общества. Раньше у меня было больше возможностей. Я будучи гражданским. Не расстраивайтесь. Приходите к нам. Я думаю, вас услышат больше. Но я думаю, исходя из моего понимания, как действует посольство, я думаю, что, конечно же, западные посольства поддерживают, вернее, у них больше симпатии к правам, нежели к власти. Но в то же время они не всегда, и сейчас, я думаю, тоже не готовы идти ва-банк, поддерживая их абсолютно. И поэтому они следят за эффективностью этих протестов. Вот тот факт, что правы не смогли собрать столь значимое количество людей, не означает автоматически, что они потеряют поддержку этих посольств. Я думаю, что нет. Но в то же время эти посольства, ну, в каком-то смысле должны обращать внимание и на власть, и будет существовать это понимание, что пока не появится очень сильный правый полюс, надо сотрудничать и с властью. Спасибо. Для меня, например, вот в этой дилемме, кого поддерживают американцы, европейцы, очень важным стал такой момент, когда 27-го утром эвакуировали лидеров. И после этого высказался посол Соединенных Штатов. И вот он совершенно четко взял сторону власти. Он сказал, что вот вы слышите, это шум демократии, все-таки и он указал на окупай гугуци, то есть на этих барабанщиков. То есть он имел в виду, что все-таки демократия там. Но в принципе эту демократию… Я не стану оспаривать это высказывание, но было четкое высказывание в отношении именно методов эвакуации. Понимаете, когда госпожа Сандо, когда господин Анастаса сказал, что они занимаются уже этим, конечно, они будут жаловаться, собирать все материалы, будут жаловаться на то, как с ними поступили, как это все они нарушили их права, и все такое, то посол Соединенных Штатов сказал, что он не увидел каких-то таких грубых. То есть он сказал, что это было в рамках демократии. Пожалуйста. Слушайте, мы можем не любить, критиковать власть, но если мы стремимся быть цивилизованным, демократическим государством, мы должны понимать, что кроме наших прав прав, у нас есть и обязанности. Я вас уверяю, и, наверное, в этом нет сомнений, что либо в Соединенных Штатах Америки, если бы кто-то решил в день независимости США окружить Капитолий, или какое-то там еще заведение Конгресса, потому что мы решили против Трампа, там же против Трампа сейчас многие негодуют, то меры были бы приняты очень жесткие. Или, например, Бундестаг окружили где-то в Германии недовольные политикой Меркель. То есть у нас, понимаете, мне кажется, что оставшись на ночь и вот эта вот акция, которая проводилась, и нежелание уйти, многие, вернее лидеры, не люди, которые там находились. Лидеры надеялись, что они спровоцируют тем самым власть на силовые действия. Но надо признать, что, судя по видео, которые были, разные, которые с нами... Судя по видео, я скажу, что лидеры очень старались, когда камеры на них работали, и это было видно, что уже очень... Нет, я сейчас не про лидеров говорю, я хочу сказать, что действия полиции были корректны, очень корректны. Совершенно верно. Это грамота, к этому нельзя придраться. Сейчас вот, кстати, вот мы говорим о 26-27 числе, а сегодня выступили с заявлением, значит, Настасии и Санду, они сказали, что на первые, значит, заседания парламента на осенние сессии, значит, они говорят, давайте кружим парламент. Это первая часть Морализонского балета, а вторая часть, мы потребуем от власти пересмотреть все законы, убрав из них недемократические, как говорится, моменты, я не знаю, как там правильно, да, нормы-то. Это говорит человек, который по образованию юрист, который работал адвокатом. У меня, как говорится, вопрос как юриста к юристу. А насколько это является компетентным, вот такое заявление, значит, что мы будем делать, как мы это сделаем. То есть это на самом деле, знаете, лучше промолчать иногда, чем что-то сказать и оказаться в очень глупом, мягко так говоря, положении. Поняла, благодарю вас. Не свидетельствует ли это о кризисе идей? Ведь смотрите, протестное движение, да, действительно самые большие успехи протестующие у нас были тогда, когда объединялись и правые, и левые. Мы помним этот период, как это было, как... 20 января, конечно. Конечно, этот день запомнил, власть, наверное, надолго запомнила, потому что как никогда шаталась под ней все эти устои. Этого не было сейчас. Сейчас надо как-то вот с этими протестами, надо как-то выходить из этой ситуации, и в ход должны идти на, очевидно, какие-то креативные наработки. Я уже креатива, честно говоря, здесь вообще не вижу давно. Вот в качестве идей, уже в качестве новшества они предлагают. Вот мы окружим, значит, подаль, хотя вот уже окружали его много раз. И потребуем, ну вот еще раз давайте потребуем. Сто тысяч раз уже требовали пересмотра законодательства. Вот мы это сейчас тысячу первый раз потребуем, и вдруг вот власть возьмет и скажет, ну да, мы сделаем. Ну, во-первых, вы их жутко сейчас обидели, я думаю, немножко незаслуженно протестующих, сказав, что креатива нет. Нет, я о лидерах. Ну, я тоже о лидерах. Господин Стокурский сказал, что вот это движение ОКП Гугуц, оно какая-то гражданское, оно отличное от партии. И мне так совершенно не кажется. Они партийные, прошу прощения, они политические лозунги не выдвигают, и в первую очередь их акция началась с того, что они требуют, чтобы не было застройка в центре города. Ну, не обязательно верить. Высокого многоэтажного здания. Вот это тот креатив, который партии и вообще те, которые пытаются организовать вот это свержение режима, они внесли. Это лозунги, такие хиповые, и это ОКП Гугуц, это барабаны. У меня только один вопрос к вам, к Корнелю. Это все-таки инициатива Майя Санду, само вот это ОКП Гугуц и господин Стаса, это их лично? А чья это инициатива? А давайте сейчас поговорим. А чья это инициатива? А у нас это движение, оно у нас... Нет, нет, это не их. И там Шефан Глигер... Митинг был организован... Стоп. Или я что-то не понимаю в организации митингов и протестов, или мы уходим куда-то в сторону. Митинг был организован в ЛДПМ. ЛДПМ. Но все понимали, что кроме ЛДПМ решающую роль играет да и пас. Во главе митинга было ОКП Гугуц. Во главе. Они шли, причем весь митинг был построен на вот этом барабанной дроби. Что вы мне хотите сказать? Что это какая-то организация, которая пришла извне? Я хочу сказать, были комментаторы одних из организаторов, одних из лидеров ОКП Гугуца, потому что там им тоже задавались вопросы. Они сказали, что мы в какой-то момент присоединились к этому маршу, который до ЧНА шли по Штефан Челмари. Я думаю, что из тех некоторых комментариев, насколько я для себя понял, они поняли, что их попытались использовать в некотором смысле, потому что они слились с партийным движением, а здесь ты должен уже, как говорится, мухи отделять от котлет. Ты должен для себя принимать конкретные решения. Но я хочу сказать о другом. Наши 27 молдавских лет демократии, все-таки мы должны понимать, что это очень такой младенческий возраст, и это одни из опытов, потому что данные лидеры, не потому что я к ним хорошо или плохо отношусь, но не способны они на данный момент. Ну, говорится, нет у нас для вас других героев, да? То есть они не способны. Не власть только сильная, они слабые, понимаете? Это очень важный момент. Кто слабые? Как это? Я в первую очередь говорю о Настасе и о Майистанду. А я позволю только сказать, что они не могут. Я хотел сказать, что эти протесты имеют креативные элементы. Их нельзя отделять от общего протеста. Мир такой, надо креативить, конечно. Кстати, многие говорят, что единственное, что запомнилось на этом митинге, кроме действия полиции, это вот эта барабанная дробь. Почему нет? И, конечно же, некоторые лозунги, там видно, что креатив идет, эти лозунги не выдумывает Майя Сандо и Настаса. Там есть люди, которые находятся сзади, мы не всех их знаем. То есть этот протест правых, он имеет более глубокие организационные корни, которых некоторые, мне кажется, вы не до конца хотите увидеть. Нет, я просто хочу, чтобы мы четко отделили сейчас движение АКУ, потому что они сами себя четко отделяют от друг от друга. Специально делают так? Специально, конечно. Поэтому они... А мы почему должны их отделять? А если они хотят, чтобы мы их отделили, то почему мы должны их отделять? Потому что элементарно вот это движение, оно не ставит политический... Они проводят протест вместе, а мы их отделяем. И что, господин Чуря, у нас на протесте в 2016 году было сколько политических партий и правых и левых. Неужели мы тоже их должны рассматривать как единое целое? Если эти люди точно так же протестовали и высказывали за свержение власти. Ну тогда они были... Ну тогда. Давайте мы придем в власти. А вот сейчас мы видим точно так же. Это разные части, понимаете? У них разные цели, я смелюсь даже сказать. Понимаете? Это тема широкая. Но если вы посмотрите на людей, которые там, они очень близки к правам. И по характеру, и по прическе, кстати. И по тем видениям, которые у них есть. Просто нельзя... Прическа, это был кардинальный аргумент. Я даже не стану спорить, потому что они не специалисты. Правы и либеральность. Ну либералы. Либералы это люди европейские, которые вносят что-то новое в нашу политическую и культурную жизнь. Извините, пожалуйста, а какие прически у либеральных правых? Вот раз они так схожи. В Берлине были? Я про наших говорю сейчас. Они очень были похожи на берлинские граждан, которые... Да, я заметила, что у них все-таки разные были. Отсутствие такового. Да, я заметила, что у них все-таки разные были. Я соглашусь с этим. А вот здесь давайте все-таки здесь аккуратнее. Хорошо. Все-таки. Нравится, не нравится, но с креативом имеется право так думать. Само протестное движение. Вот смотрите. Как бы то ни было, что происходит? У нас оно, по сути, вот с этого момента, с того самого 20 января, оно у нас, не знаю, деградирует, может, обидное слово, да, но оно как-то сдувается. Извиняюсь. И секундочку. И это, по сути, этот вопрос волнует многих. Объясню, почему. Потому что это ведь последний уже аргумент, который стали использовать в своих спорах с властью. И получается, что аргументов все меньше, меньше и меньше. Потому что протестное движение все уже, уже и уже. Меня волнует. Это не так просто, как вы говорите. Вот они выходят, имеют право на протест. Нет, они имеют право. А я вам другой аргумент скажу. Замечательно. Пусть у них будет хоть позиция в сто тысяч раз отличаться от позиций власти, от любых. Когда ты выводишь людей на протест. А, ты за них отвечаешь? За каждого. Да. Это тоже важно. Это тоже важно. И второе. Само протестное движение. Раз соберутся, говорят, хороводы водить. Два соберутся. Три соберутся. А потом, знаете, уже и не соберутся. Знаете, как хочется сказать мне. При Юрии Ивановиче Рожке такого не было. И будешь? Нет, усталость от протестов существовала. Я сейчас хочу сказать одного. Вот у вас этот вопрос. А у меня по поводу 20 января. Поэтому украли Кубракова, кстати. Чтобы немножко реанимировал. Ну, тоже креатив. Да. Кстати, большой креатив. Прекрасно. Прекрасно. Кстати, Юрий Иванович, креативщик. Давайте отдадим должное. Всегда отвечал за организацию митингов лично. И он не шел в последние митинги, не делал. Потому что он предполагал, что там могут быть провокации. Кстати, по поводу провокации. Такие вопросы не исключены. И в принципе, где-то грань, за которую готовы перейти, в первую очередь, лидеры. Не люди, которые будут окружать. Потому что мы должны понимать. Знаете, мы находимся в очень таком, как это, королевстве кривых зеркал живем. С одной стороны, мы против власти. С другой стороны, мы не способны, порой, или не хотим соблюдать законы. Если можно, в двух словах я хочу отойти. Вот есть такой многим известный общественный деятель Виталий Возной, который пытался задать вопрос на фейсбуке, именно обращаясь непосредственно к лидерам протеста. Ребята, во-первых, что это было и что будет дальше? И насколько я понял, внятных ответов он не получил. С одной стороны. То есть там тоже разрозненность. То есть вот этот вот отсутствие четкой позиции. И вопрос у меня до сих пор стоит, почему 20 января парламент не был взят? Для этого были не то, что все предпосылки. Фактически протестующие находились внутри парламента. Но в последний момент они отошли. То есть ведь народ, он уже нас не глупый, как бы там его не воспринимали. То есть это вот, не знаю, вот эта вот морковка, которая его ведут, до определенного момента потом она куда-то исчезает. Вот что дальше? Понимаете? То есть нету логики движений. Ну, если можно, вот что значит капля камень точит. То есть, естественно, их месседж понятен. Они хотят сменить власть. Они отказываются от всех других месседжей, кстати. Они очень сильно упрощают свой месседж. Смена власти. И они будут дальше организовывать митинги протеста. Надеясь, что примкнут, кстати, и другие категории. Диаспора, кстати, может еще прийти. Она не пришла. Может быть, левые когда-то, если уберу там определенных спикеров, ораторов, могут примкнуть левые. То есть они будут надеяться на увеличение этой волны. Но здесь есть очень важный вопрос, на который мне интересно, как ответят правые. Они еще не ответили. А будут ли они участвовать в выборах? Потому что у них существует определенное сомнение. Что значит участие в выборах? Это означает признать, что мы играем по правилам власти. А у них абсолютная бескомпромиссность. Они говорят, что по правилам власти мы играть больше не собираемся. Свержение власти и все. Каждый раз говорят. Последний раз говорили перед местными выборами. И потом Андрей Нестасе в большом скандале с Майсанду самостоятельно взял и выдвинул свою кандидатуру. И каждый раз так происходит. И если они опять уступят, вот эта уступка, мне кажется, будет критична. Это значит, что они опять пойдут на поводу у власти, будут участвовать в выборах. Ну и там уже. При всем, я не знаю, уважении их избирателей, я не сейчас говорю о Майсанду и Андреи Нестасе, есть одна проблема, которая сводится к тому, что все эти месяцы, ну уже и годы, получалось все время так, что их лидеры, они все время шли за властью. Власть им навязывала повестку. И у них, к их большому сожалению, не выработалось умение думать и рисовать план А, план Б, план С. То есть для них совершенно большой неожиданностью стало, когда эти выборы аннулировали. Понимаете? И у них планов не было. Ну как не совсем так? Людмила, ведь все-таки они попытались задать собственную повестку. Попытались и добились. Кое-чего они добились. В начале января этого года усатые Дарин Киртуакы сложили себя полномочиями. Это был очень неожиданный ход, который поставил в сложные условия Демпартию. Они как-то выкарабкались из этой ситуации Демпартия, но понесли определенные потери. Нужно было организовать выборы в Бельцах и в Кишиневе, которые с треском были штрой. И что? Ну вот, дальше ухудшение отношений в СССР. Где у нас мэр города, героя Кишиневу? По результату, это к этому очевидно, Александр. Понесли, Демпартия тоже понесла потери из-за этого. Я об этом хочу сказать. То есть оппозиция смогла в этом году кое-что навязать Демпартии. И из-за этого ухудшились наши отношения с западными донорами. А это был один из аргументов Демпартии. То есть потеря поддержки западной, относительная потеря. Не относительная, она довольно-таки велика. Это заслуга политических действий оппозиции. Александр. Вот у нас тут, как говорится, антагонизм мнений. Получается, с одной стороны, у нас оппозиция требует уйти, так сказать, поставить нынешнюю власть в отставку и допустить их на игрнее место. А с другой стороны, вопрос возникает, о котором Корнел говорит, это вопрос возникает по поводу, а собираются ли они идти на выборы. То есть я, например, не понимаю, как это может быть юридически, без нарушения законодательства. А я хочу напомнить, как говорится, когда прошли 5 апреля 2009 года выборы, до этого уже Филат заявлял, что будет фальсификация со стороны коммунистов. Мы это все помним. Дальше был протест 6 числа, на котором просто оказывалось психологическое давление на партию коммунистов. То есть юридически, на мой взгляд, процедура была не соблюдена, потому что не были официально оглашены результаты выборов. То есть могли говорить, что были по счету на телеэкранах, какие-то предварительные экзит-полы, но не было итогов выборов. То есть не было заявлено ЦИКом, что да, результаты выборов таковы. Но власть тогда, вернее оппозиция, пыталась давить именно вот эти протесты. Это говорится, коммунисты приходят опять к власти, они фальсифицируют выборы. С другой стороны, я хотел бы напомнить вам ситуацию, которая случилась в Украине. Ведь украинцам на самом деле необходимо было дотерпеть, после того, как Янукович сбежал, так назовем, из своей страны, до выборов следующих президентов, там около полугода. Но они на это не пошли. То есть какой сценарий ждет нас в нынешней ситуации? То есть если с точки зрения, если мы такие сторонники процедуры. Знаете, есть такое выражение, только в конце свобода, а остальное все время это терпение. То есть что намеревается делать? Каким образом эта власть, прошу прощения, эта оппозиция думает, что ей отдадут власть? И главный вопрос, если ей власть не дадут, пойдет ли она на выборы? Вот о чем мы говорим. Самый большой вопрос, как они пойдут? Я не знаю, кто-то из них высказывался по поводу выборов, Майя Санду и Андрея Нестаса. Да. И говорили ли они о том, что они готовы идти по одномандатным округам? Ну да, скорее всего они пойдут. Я не помню точно их высказывания. Они пойдут, но само решение, оно сложное. Оно сложное, но что-то мне подсказывает, что участвовать в этих выборах они будут. Как Майя Санду участвовала в президентских, хотя она была не согласна. Как Андрея Нестаса участвовала в выборах мэра. Понимаете, то есть я не знаю, пока все говорит в пользу того, что будут участвовать. Ну давайте поживем. Знаете, у них ситуация сейчас почти что складывается, как в шахматной терминологии цуксванг. Они не могут не сделать ход. Не могут просто. Они сейчас просто надо понимать, что любые выборы, я не помню, как сказал один британский политик в свое время, для того, чтобы выиграть выборы, нужны три вещи. Первое это деньги. Второе деньги. Второе деньги. А третье говорит, я забыл, но это и не важно. Это и не важно. То есть деньги для любых выборов, это ресурс. Это не только для Молдовы. В любой стране выборный процесс, это инвестиции, а потом возврат этих фигуральных... Можно я поспорю с этим величайшим высказыванием и добавлю, что называется, правда. Сермяжная. Правда сегодняшнего момента. Для того, чтобы выиграть выборы правым, им нужны не только деньги, а еще и то, что называется поддержка наших западных партнеров. И очень многие, когда говорят о выборах, которые должны случиться, ведь неспроста же они так борются за то, чтобы именно нас поддержали, именно мы. Понимаете, мы живем в таком мире, где внешний фактор в выборах играет на сегодняшний день. Я бы сказала решающую роль. Я думаю, что с этим вы согласитесь. Ну так. Нет, я вам скажу, что на одном из селеканалов, в одном из селекэфиров я сказал, что митинги протеста проходят не в том месте. Они должны проходить на улице Матьевича. Может, к тому моменту уже, когда был там выбор через 4 года, уже к другому адресу. Да, там, где был стадион. Ну, стадион это отдельная песня, но я к тому, что единственный, кто может повлиять на процессы в этой стране, на данный момент, это Соединенные Штаты Америки. Хотя обвиняют во всем России, но за последние годы она в каких-то внедрениях или в каких-то тут у нас атаках на молдавскую демократию замечено не было. Поэтому единственный, кто решает, европейцы и американцы, конечно. Мне приятно, что вы согласны. Вам есть что добавить или последний вопрос? У нас уже остаются 4 вопроса. Последний вопрос. Хорошо. Раз вы не хотите говорить о наших партнерах. Западное посольство. Да, но мне было важно, чтобы именно вы признали, что их роль, она ведущая. Несмотря на обманчивую риторику. Да. Это очень существенное добавление. Вообще, хотела, знаете, затронуть два момента еще. Давайте сразу эти вопросы озвучу, может получится. То, что вот эти протесты, стала традицией у нас в День независимости. Вот вам как вообще эта ситуация? Нравится, не нравится? Все-таки день рождения страны. А через год назад там, по-моему, этими решетками, помните, да? Вот огораживали. Там тоже был День независимости. Нет, такого не было, как в этом году. Но в этом году было, конечно, вот с каждым годом все хуже и хуже. Это был предвыборный. Вот других дней недостаточно. Это первый мой вопрос, который я бы хотела, чтобы вы отметили. И понимаете, еще в отношении этих протестов, на мой взгляд, самый большой ужас в том, что они не объединяют, а разъединяют общество. И вот этот сторонник партии Анастасы, который сказал русскоязычным не говорить на свинском языке, мне кажется, вот это нельзя улыбаться. Вы улыбались? Я призываю вас... Там есть еще большой вопрос. Я его процитировала. Справедливости ради. Я, понимаете, вот сам факт, уже есть обращение в прокуратуру по этому поводу. Эти протесты разъединяют. Они одну часть общества ставят против другой части общества. Вот спрашивайте, зачем нам это все? Господин Чурин. Я согласен, что в День Независимости желательно не протестовать, но именно в День Независимости твой протест будет наиболее резонансный. Поэтому, естественно, можно их понять, почему они бы пытались вот так заблокировать возложение цветов. И, в принципе, мы должны быть готовы, мы как государство, я имею в виду, и к таким событиям. То есть, в принципе, если мы решаем правильно, демократическим путем эту проблему, ничего страшного в этом нет. То, что 27-го в День Независимости протестовали. Что касается разъединения, ну, извините меня, наше общество все равно разъединено, оно не объединено. Мы идем к этому объединению, очень сложно. Опять, им нужно говорить, что, возможно, мы более объединены, скажем, чем Украина, но менее объединены, чем мы. Слушай, а если мы с Сомали себя сравним, так у нас вообще здесь была демократия, знаете? А, да если вы хотите... С чем сравним, конечно. Ну, и, кстати, это правильно. Ну, необязательно уходить так далеко в Сомали, хотя, возможно, да. Но я думаю, что вот такие, такого рода высказывания, которые, они неправильные, они грубы, они нецивилизованные, мы их еще будем выслушивать. И с политической точки зрения мы должны быть готовы к тому, чтобы этому как-то находить решение. Вот для таких людей, для таких высказываний... Должен быть наказан сторонник, который так сказал. Нет, стоп. Вот вы говорите про этого сторонника. Да. А у нас есть, например, сейчас унионисты, которые пытаются... Ну, уже они прорвались, идут и будут организовать 1 сентября. И для них тоже должно быть какое-то решение. И поэтому я всегда защищаю эту точку зрения. Жестко действовать по отношению вот к таким людям нельзя, потому что они есть и в том лагере, и в другом лагере. Я поняла. Господин Стохурский, вот это откровенное такое разжигание межнациональной розни про свинский язык. Вот господин Чурья четко не ответил. Должен быть наказан этот человек или нет? Слушайте, я... Как счет, конечно, не должен. Не должен. Конечно, не должен. Во-первых, я, как говорится, прочитал из разных источек. Понятно, что Facebook не является у нас истиной во всех инстанциях. А вы видео видели? Нет, видео не видели. А вы посмотрите видео. Есть видео в этот год. Но я вам так скажу. Знаете, вот я сегодня прочитал комментарии, вот мы до программы с вами говорили, прочитал комментарии в связи с кончиной Иосифа Кобзона. Один комментарий был такой. Значит, ну что, типа, помогла Кобзону российская медицина? И дальше был второй комментарий. А вашему Маккейну помогла? То есть я хочу сказать, что наше общество, к сожалению, люди скатились до очень низкого уровня и их довели до этого во многом политики. То есть вот это самая большая... То есть мы проходим процесс такой очень болезненный. То есть мы болеем. То есть и этот больной... То есть это процесс, который проходили многие общества. Если мы сойдем до агрессии, по поводу того, что Корнел говорит этого самого хода унионистов, я коротко скажу. Значит, власть могла их легко не пустить. Но, на мой взгляд, их специально пустили для того, чтобы они здесь устроили нам шорох, для того, чтобы нам было что обсуждать. И мы это 1 сентября еще с вами увидим. Дай бог, чтобы мы не увидели время... Если бы не пустили, то тоже был бы шорох. Какая разница? Ну, здесь есть тонкие нюансы. Тогда бы мы говорили, что смотрите... Государство показывает свою слабость. Нет, мы тогда бы говорили, смотрите, как вот наша власть уверенность самостоятельно действует на международной арене. Вот нашего посла в румынский МИД вызвали, вот им претензию предъявили, а наши все равно сказали. А у нас есть подозрение, что эти люди будут здесь устраивать беспорядки, мы их наставим на своем. Разделяй и властвуй. Ну, у нас время вышло, да. Я только хотела бы высказаться все равно по протесту уже как бы свое мнение. Вы знаете, вообще я считаю, что с какой бы стороны не было призыва к межнациональной розни, пусть это будет со стороны, значит, вот этого гражданина, пусть это будут унионисты, пусть это будут люди, которые говорят по-русски, будут уничижительно говорить в адрес румынского языка, молдавского языка. Нет, секундочку. Я считаю, что вот за это должно последовать наказание за разжигание межнациональной розни. В этом я абсолютно уверена. И в том, что касается... Я не знаю, что... Ну, знаете, господин Чуря, с чего-то же надо начинать. Знаете, есть такое хорошее выражение. С чего-то надо начинать. Для того, чтобы люди не распоясывались, для того, чтобы знали, что так нельзя, для того, чтобы министр не называл русских пьяницами. Вы знаете, о каком министре я сейчас говорю? Нет. Да? Либерал. Господин Киринчук. Как, вы не помните? Которой... Была куча жалоб и требования суда извиниться. И надо эти вещи делать. Я считаю, что был хороший повод как раз вот не разъединять это, возможно, в такие дни. Вот почему обидно. Понимаете? У нас не так мало праздников, которые вот нашего, нового молодого государства. Наши, только наши. Не какие-то там вот общие, которые отмечают весь мир. Но наши. И я не знаю, возможно, власти надо подумать о том, что сделать для того, чтобы вот такого у нас не было. Чтоб стыдно не было. Чтоб день рождения страны мы проводили по-другому. Я вас благодарю за эту беседу. Мне кажется, она получилась содержательно яркой. Поэтому я думаю, что темы у нас еще будут. Поэтому буду за вас звать. Будем с вами выяснять, кто прав, кто виноват. Спасибо. Вы смотрели программу «Дело принципа». Я желаю вам всего самого доброго и доброго вечера. Продолжение следует...